Командование ДНР в ходе видеоконференции с замглавы ОБСЕ Александром Хугом, на которой присутствовали представители ВСЦКК, предложило украинской стороне начать разведение сил и средств в районе села Петровская в 3 часа дня. По его словам, отказа от руководителя представительства Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня генерала Бориса Кременецкого не последовало. Разведение сил в селе Петровская планировалось провести 1 октября, но его пришлось отложить, поскольку украинская сторона не дала согласия на начало процедуры отвода. Командование ДНР накануне приступило к разведению сил в Петровском. Несмотря на то, что украинская сторона еще не подтвердила отвод своих вооруженных сил. Мы, как договаривались, отвели силы и средства с тех занимаемых позиций на те, которые были определены в Минске рамочном соглашении. На данный момент. Подтверждение с украинской стороны о том, что они отвели, еще нет. Им время дано до 16.00. Если подтверждения не будет, то подразделения вернутся на свои исходные позиции. Субтитры создавал DimaTorzok Борис Владимирович, вопрос простой. Будет отвод? Да или нет? Расскажите мне в конце концов. Вы слышали стрельбу. Вы слышали о том, что Украина обвинила нас, что якобы отсюда велась стрельба по населенному пункту Богдановка. Именно отсюда, где мы с вами находимся. У камеры я видел, у всех были включены. Соответственно, звук у всех фиксировался. Никто ничего этого не слышал. Ну, на основании этого они пытаются не сделать отвод своих подразделений. Мы возвращаемся на свои позиции. Напомню, что рамочное соглашение о разведении сил было подписано участниками контактной группы Донецкая и Луганская, Народными республиками Украины, Российской Федерации и УБСЕ 21-23 сентября. Документ определяет порядок развода подразделений противоборствующих сторон на трех пилотных участках Петровская Донецкой Народной Республики, а также Станица Луганская и Золотое в Луганской Народной Республике. Для каждого из участков определена зона отвода не менее двух километров в ширину и двух километров в глубину. Отвод войск так и не состоялся. Украинская сторона отказалась отводить свои войска до определенной линии разграничения. Марина Еремченко, Елена Чистякова. Специально для Новороссия ТВ.